Чистоту надо делать То есть все Всех людей, которых вы бы хотели Видеть собой на небе Напишите в этом списке Вот Сегодня у нас последняя Завершающая тема О прощении И сегодня мы будем разбирать такую тему О прощении себя Или как простить себя Потому что на самом деле Все начинается с человека Все начинается с того, что Где-то человек в чем-то Возможно Не может себя простить Как понять Обижен ли человек на себя или не обижен Есть несколько сфер Первая сфера Когда человек обижается на себя Давайте я подожду Чтобы все уже сфокусировались Улеглись Да, улеглись А то как-то непонятно А как тема называется? Как простить самого себя? Спасибо Все, готовы? А? Я Я Дух суеты Выйди вон Во имя Иисуса Христа Это все Я только начал проповедовать Все начали суетиться Да Окей Как простить самого себя? Есть несколько сфер Когда человек Даже не подозревает Но Затягивается в эту проблему Как это понять? Когда человек Начинает жить Или начинает взрослеть Ну вообще От рождения По сегодняшний день Кто сколько прожил Что происходит? Сначала родители Потом школа Потом окружающий мир Потом возможно спорт Потом возможно еще какие-то вещи Постоянно перед нами Ставят планку Что вот Ты должен быть таким Ты Марина Может я возьму другой микрофон? Потому что этот Давай я так попробую Один, два Один, два Три Четыре Пять Шесть Один, два Три Четыре Пять О Этот лучше О То есть Перед нами ставят планку И что самое интересное Эта планка всегда Даже может быть завысена Завышена Для индивидуального человека Потому что К примеру Да Мы порой мечтаем Чтобы наши дети Или наши Ну Жены Или мужья Или наши Друзья Чтобы они были Вот такого вот Уровня Чтобы они вот так вот Разговаривали Чтобы они вот так вот Мыслили Чтобы они вот так вот Там бы Как бы сказать Вели себя Чтобы они вот так вот Одевались Чтобы они вот так вот Как бы Ну Действовали Двигались То есть Поро мы даже меняем людей По движению Почему делают так люди Потому что они увидели Какой-то Кумир В телевизоре Или на улице Или Может быть Сосед им нравится И они начинают Рядом человека Запихивать В эту В этот шаблон В эту В эту Как бы сказать Призму Да В этот В этот Скафандр Но этот человек Этот ребенок Этот супруг Или наши друзья Это не их призвание Это Марина Ты опять сделала глухо И ушла И я надрываю Свой голос Ну просто чисто тут Ты сделала Один раз Нормально И все И потом опять Ты что-то выкрутила Вот Еще чуть-чуть Вот Ну Я просто Ну напрягаюсь Я сейчас Через 10 минут Уже не буду разговаривать Вот То есть Это чересчур Вот И еще чуть-чуть Вправо Вот И Какой-то сегодня Дух Дух какой-то Хочет нас сбить Потому что Очень серьезная тема Которая Мешает нам Сегодня пропоредовать Господь Я прошу тебя Отец Пускай придет Твой мир Твой порядок Твоя Господь Успокоение Пускай аппаратура Начнет работать Хорошо Во имя Иисуса Христа Аминь Вот И когда мы Начинаем Прыгать на эту планку Я помню Когда я занимался Легкой атлетикой То есть Моя Ну Мое Как бы Призвание В легкой атлетике Было бегать На длинные дистанции Для меня Было свободно Пробежать 30 километров Вообще Это для меня Было легко Но прыгать В высоту Я не мог А наш тренер Всегда меня запихивал Вот Прыгать в эту планку И постоянно Ставил эту планку А мы Особенно Ну Может Мой тренер Любил Как бубка прыгал Знаете Вот он Задом Вот так Да И я Короче Постоянно Или пролетал Под этой планкой Или головой Бился в эту планку И я Постоянно Расстраивался Я постоянно Ну Как бы Не мог себя Простить Я не мог себя Ну Печевал Постоянно Ну как это так На меня Такие надежды Ставят А я не могу Прыгнуть Через эту А потом Я понимал Ну Сейчас я понимаю Что Это же Не мое На меня Нужно было Ставить планку На длинной Дистанции Готовить Марафонам Я выносливый Я мог Как лошадь Бежать 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 И бежать А на это Не ставили планку Меня А то через барьеры Меня заставляли Хрыгать То есть Постоянно Заставляли Мне делать то Чему я Не предназначил Вот точно Так же Каждого из нас Заставляют Делать то Что ты На самом деле Не предназначил От этого Начинается Появляться Комплекс От этого Начинается Появляться Чувство Неполноценности От этого Начинается Появляться Обещевание И разочарование В самом себе Что На тебя Смотрят Такими Вот важными Планами Задачами Перед тобой Смотрят на тебя Так глобально А ты Вот мыслишь Так узко Или же Ну делаешь Совсем не то Что ты должен делать И ты Начинаешь Обижаться На себя Следующий Уровень Откуда Приходит Обида На себя И разочарование В себе Это когда ты Начинаешь Обещать Больше Чем ты можешь Когда ты Начинаешь Там Рассчитывать На то Что на самом деле Ты не мог Даже У тебя нет Ни знаний Ни мудрости Ни опыта Ни специальности Ты начинаешь Брать Есть такие люди Которые Начинают На себя Слишком Много Врать Обязанности Ответственности Обещать Много Чего Для чего Чтобы Угодить Людям Чтобы Выглядеть Перед Людьми Красиво И когда Они Не выполняют Это Они Начинают Прятаться И особенно Эти люди Они начинают Прятаться В какой-то Дальнем углу Начинают Плакать В рубашку Рвать На себе Рубашки Кричать Перед Самим Собой Перед Богом Чтобы Он Их Просил Но Сами Себя Простить Не Могут Из-за Того Что Они Взяли За Что-то И Не Довели До Конца И Эти Люди Начинают Исчезать Из Какого-то Общества Эти Люди Увольняются С работы Эти Люди Переезжают В другие Города В другие Страны Начинают Убегать От Эти Обещаний Но На самом Деле Куда Ты Убежишь От Себя Никуда Ты Можешь Бегать По Всей Планете Но Ты Никогда От Себя Не Бежишь Вот Почему Знаете Почему Ты От Себя Не Бежишь Потому Ты Себя С Собой Жив Берешь Куда Ты Себя Денешь Ты Меняешь Географическое Расположение Но Ты Не Меняешь Себя Как Многие Люди Мне Говорят Вот Надо Объект Как Олежка Мне Говорит Я Хочу Обновить Завет То Кому Он Думает Кому Ты Разрешил А Мне Не Разрешаешь Нет На самом деле Обновление Завета Это Одно Но Работа Над Собой Это Совсем Другое Обновление Завета Оно Не Нужно Ты Один Раз Заключил Все На Всю Твою Оставшуюся Жизнь Но Если Ты Пришел К Тебя Какой-то Черевяк Тебя Мучает Которым Нужно Покаяться Разобраться В этом И Забыть Об этом Раз и Навсегда Так что Олежка Тебе Надо Работать Над Собой Третий Уровень Когда Люди Обижаются На Себя И Не Могут Себя Простить И Не Могут Вырваться Из Этого Это Когда Человек К примеру Ну Одалживает У кого-то Что-то То есть Берет Что-то У кого-то В аренду Или же В долг И Не Возвращает И Он Начинает Скрываться Он Начинает Прятаться Потому Что Ему Стыдно Вот Этот Стыд Обида Непрощение И Потом Или же Кого-то Ты Подставил Или же Кого-то Ты Изменил Именно Вот Эта Сфера Когда Касается Против Человека Когда Ты Делаешь Что-то Против Человека И Когда У тебя Просыпается Совесть Это Начинает Тебя Мучать И Ты Не Можешь Уже Человек Тебя Давным Давно Простил Уже Печуешь Вот Это Проблема И Сегодня Мы Будем С Этим Разбираться И Одно Из Местописаний Которые Мы Будем Сегодня Читать Это Когда С Чего Мы Начали То На Первом Служении Мы Начали С Прощения И Это Было Бытие Четвертая Глава Но Прежде Чем Я Возьму Местописание Я Хочу Вам Что-то Прочитать Я Я Вчера Нашел Одну Историю Как Просить Себя Жил Был Один Человек А Потом Как Водится Естественно Он Умер После Этого Оглядел Себя И Очень Удивился Тело Лежало На Кровати А У Него Осталась Только Душа Голенькая Насквозь Прозрачная Так Что Сразу Было Видно Что В нем Находится То Человек Умер Душа Подымается Прозрачная И Сразу В этой Душе Видно Где Что Находится Человек Расстроился Без тела Стало Как-то Неприятно И Неуютно Все Мысли Которые Он Думал Плавали По Его Душе Будто Разноцветные Рыбки Все Все Его Воспоминания Лежали На Дне Души Бери И Рассматривай Были Среди Этих Воспоминания Красивые И Хорошие Такие Что Приятно Было Даже В руки Взять То есть Представьте Суть Этой Истории Что Наша Плоть Закрывает То Что Есть Внутри Тебя Но Когда Он Умер Душа Вышла И Все Что Есть Внутри Нас Все Как На Обозрение И Сразу Видно Где Лож Где Обман Какие Мысли Какие Желания У тебя Проходит Время Когда Ты Обязательно Проколись Обязательно Все тайное Становится Явным Никогда Нету Такого Чтобы Ты Мог Что Спрятать Ты Можешь На Время Какое-то Прикрыть Но Тем Не Менее Оно Все Равно Всплывет Бог Мимолетно Посмотрел На Человека И Ничего Не Сказал Ему Человек Решил Что Бог Второпя Не Заметил Других Других Воспоминаний Он Обрадовался И Отправился В рай Поскольку Бог Не Закрыл Перед Ним Дверь Прошло Какое-то Время Трудно Даже Сказать Какое Потому Что Там Иначе Чем На Земле И Человек Вернулся Назад Бог Почему Ты Вернулся Спросил Бог Ведь Я Не Закрыл Пред Тобой Врата Рая Господь Сказал Человек Мне Плохо В твоем Раю Я Боюсь Сделать Шаг Слишком Мало Хорошего В моей Душе И Оно Не Может Прикрыть Другое Дурное Я Боюсь Что Всем Видно Насколько Я Плох То есть Когда Мы Попадаем В Божье Присутствие Когда Мы Попадаем В Церковь Особенно Когда Ты Приходишь И Попадаешь В Божье Присутствие Почему Многих Людей Начинает Внутри Дискомфорт Ему Неуютно Он Не может Сидеть На одном Месте Его Дергают Как На Жареной Сковородке Он Бегает Туда Сюда Мечется Или Еще Что Почему Потому Что Есть Какой Грех Есть Какая Козявка Которая Тревожит Как Я Замечаю Когда Человек Сфокусированный Открытый Когда Человек Слушает Не прячет От тебя Глаза Понятно Что Человеку Ничего Скрывать Но Когда Человек Избегает Собой Разговора Когда Человек Не смотрит Тебе В глаза Когда Человек Дергается Туда Сюда Хотя Сказать Слав Боже И Сказал Господи Прости Хотел Такое Сказать Прошу Там Скажи Там Не скажу Вот И И Сразу Понятно Что У этого Человека Что То Не То И Когда Задаешь Ему Вопрос Чтобы Вместо Покаяться Он Начинает Усугублять То есть Прибавлять Грех К греху Начинает Обманывать Начинает Что То Изворачиваться Вместо Того Чтобы И Этот Говорит Что Я не могу Зайти в рай Потому Что Дискомфортно Потому Что Душа Не Очень Чистая Хотя Бог Свободно Даже Дверь Не Закрыл Что Что Ты Хочешь Спросил Бог Поскольку Он Был Творцом Времени И Имел Его Достат Чтобы Ответ Ответ Каждому Ты Всемогущ И Милосерд Сказал Человек Ты Видел Мою Душу Насквозь Но Не Оставил Меня Когда Я Пытался Скрыть Свои Грехи Жалься Же Надо Мною Убери Из Моей Души Все Плохое Что Там Есть То Есть Огромное Количество Людей Когда Чувствуют Этот Дискомфорт Они Начинают Обращаться К Богу Чтобы Бог Все Позабирал Что Им Мешает Чтобы Бог Все Позабрал Все Лишнее И Плохое Или На самом деле Перекладывают Свою Ответственность На Бог Я Ждал Совсем Другой Просьбы Ответил Бог Но Я Сделаю Так Как Ты Просишь И Бог Взял Из Души Человека Все То Чего Тот Стыдился Он Вынул Память О Предательствах И Изменах Трусости И Подлости Лжи И Клевете Алчности И Лености Но Забыв Но Забыв О Ненависти Человек Забыл О Любви Забыл О Своих Но Когда Человек Забыл О Ненависти Когда Бог Забрал Он Забыл О Любви Забыв О Своих Падениях Он Также Забыл И О Взлетах Душа Стала Перед Богом Пустой И Не Имела Никакой Информации Сейчас Душа Стала Перед Богом И Была Пуста Более Пуста Чем Вмиг Когда Человек Появился На Свет То есть Когда Мы Просим Чтобы Бог Забрал Все Плохое Естественно С этим Плохим Забирается Что? И Все Хорошее То есть Мы 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 Можем Помнить О Хорошем Не И Не Плохое То есть Многие Люди На Людей Ты Ты Людей Ты Начал Работать Над Собой Благодаря Тому Что Бог Показал Что Ты Лентяй Тебе Стало Стыдно Ты Начал Работать Над Собой И Твоя Жизнь Поменялась И Наполнилась Трудолюбием Когда Бог Показал Тебе Что Ты Ноешь И У тебя Нет Времени Ты Пересмотрел Свою Жизнь И Увидел Что У тебя На самом Деле Как И У Каждого Человека 24 Часа И Так Далее Но Бог Был Милосерд И Вложил В душу Обратно Обратно Все Что Ее Наполняло И Тогда Человек Снова Спросил Что Мне Добро И Зло Были Так Слиты Во Мне То Куда Ж Мне И Не Уже Леван Бог Взял По Своей Милости Вернул Обратно Душа Не Может Быть Пустая Вся Твоя Жизнь Получается Нужно Собрать И Ты Чистого Листа Пустой У тебя Нет Никаких Воспоминаний Никаких Переживаний Никаких Чувств Такого Не Может Быть И Он Говорит Но Если Грех И Покаяние Оно Слито В одном То Что Мне Тогда Делать Не Уже Ли И И Тво Возвращайся В рай Ответил Творец Ибо Я Создал Ибо Я Не Создавал Ничего Кроме Рая А Ты Сам Носишь Собой И Человек Вернулся В рай Но Прошло Время И Снова Предстал Пред Богом Творец Сказал Человек Мне Плохо В твоем Раю Ты Всемогущ И Милосерд Жалься Жена Домою Прости Мои Грехи То есть Когда Человек Осознает Что На самом Деле То Что Его Мучает То Что Его Тревожит Что Нужно Сделать Покаяться Но Но Бог Сказал Ему Я Ждал Совсем Другой Просьбы Но Я Сделаю Так Как Ты Просишь И Бог Простил Человеку Все Что Он Совершил И Человек Ушел В рай Но Прошло Время И Он Снова Вернулся К Богу То На самом деле Что Происходит Когда Мы Каемся Перед Богом Бог Прощает Каждый Наш Грех Когда Мы Каемся Перед Человеком Человек Расстрогается И Прощает Тебе Твой Грех Когда Мы Ну Герзаем Себя За то Что Мы Сделали Перед Кем То Или Перед Чем То Эта Ситуация Или Бог Или Люди Прощают Тебя И Бог Спросил Что Ты Хочешь Теперь Спросил Бог Творец Сказал Человек Мне Плохо В твоем Раю Ты Всемогущий Милосердств Ты Простил Меня Но Я Сам Не Могу Простить Тебя Себя Я Ждал Этой Просьбы Ответил Бог Но Это Тот Камень Который Я Не Могу Поднять Друзья Помните Любовь Начинается С прощения И Принятия Себя И Никто Из Нас Этого Не Сделает То Бог Не Может За Тебя Простить Тебя Бог Может Простить Весь Твой Грех Бог Может Простить Все Что Ты Сделал Бог Может Простить Твой Действие Простить Самого Себя Огромное Количество Людей Из-за Того Что Они Не Могут Простить Себя Что Они Не Оправдали Доверие Родителей Что Они Не Оправдали Доверие Первой Учительницы В первом Классе Что Они Не Оправдали Доверие Тренера По Спорту Что Они Не Оправдали Доверие Жены Или Мужа Что Они Не Оправдали доверия людей, которые на них так надеялись, они уходят в депрессии, в разочарования, в запои, в наркотики, в проституцию, в бандитизм. Почему? Только из-за того, что они разобрались сами с собой. Но мы должны понять, что Бог не может поднять этот камень, который мы сами все себе положили в душу. Все, что нужно, это разобраться с этим. И мы сегодня будем с этим разбираться. Матвея, 22-я голова. Я начну с Матвея, потому что мне это больше всего понравилось. вот, 34-го стиха. А фарисея услышал, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, «Учитель, а какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби, Господа, Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. «Возлюби, ближнего твоего, как самого себя». Знаете, в Ветхом Завете нет этой заповеди. Но в Новом Завете эта заповедь проявилась. В Ветхом Завете только первая часть. «Возлюби, Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим». Но в Новом Завете появилась вторая, подобная ей. «Возлюби, ближнего твоего, как самого себя». Как ты можешь любить ближнего? Как ты можешь любить Бога всем сердцем, и всей душою, и всем разумением, если ты ненавидишь себя? Как ты можешь говорить, что «я люблю тебя всем сердцем, и всей душой, если в твоей душе огромный камень непрощения, обиды на самого себя?» Как? Это очень тяжело. Ты можешь улыбаться, но внутри тебя огромный камень. Ты можешь делать вид, что тебе все хорошо, но у тебя обида. Некоторые люди обижаются на себя из-за неправильных выборов. Кто-то обижается на себя, что он сделал неправильный выбор в супруге, или сделал неправильное решение по бизнесу, или сделал неправильное решение по каким-то другим вещам. Но на самом деле, какое бы ты ни принял решение, в этом решении все, что нужно, не обижаться, а начать работать над собой. Почему приходит обида? Потому что люди отказываются работать над собой. Люди отказываются делать вещи, которые на самом деле сделают выбор супруга в рай, выбор бизнеса, процветание, выбор какого-то решения в радость и счастье. Какое бы решение, бы вы ни приняли, на самом деле, не зависит решение от, ну, как бы, ваша обида не зависит от решения. Ваше разочарование не зависит от того, что вы приняли. Если вы приняли это решение, значит, это решение уже достойно вас. Но все, что нужно, почему люди останавливаются? Они останавливаются работать. Они начинают искать какие-то недостатки в супруге, они начинают искать какие-то оправдания в бизнесе, они начинают искать какие-то оправдания или инскюзы в тех решениях, которые они принят. Начинают обвинять все, что угодно, но только не разбираясь в самим себе. И тогда, когда они видят, что как бы они не тыкали в своего супруга, он не меняется, ты не... Как Юду сказала, да? То есть я начал смотреть на свою семью по-другому только из-за того, что я поменялась внутри сама. Полтора года назад, когда она пришла, она не так смотрела на свою ситуацию. Но благодаря тому, что Бог пошел в ее сердце, благодаря тому, что она посмотрела на ситуацию глазами Бога, все ушло. Она поняла, что на самом деле ни муж виноват, что он где-то там сидит, ни родственники виноваты, что она находится здесь одна с ребенком, ни обстоятельства виноваты, что это, а что-то внутри нее есть, чтобы это помогло ей вырваться наружу, чтобы ей помогло увидеть ситуацию так, как Бог ее любит на самом деле. Многие люди смотрят на какие-то вещи, которые вокруг них происходят, как будто это начинает их колоть, их убивать, как будто это направлено против них. Нет. Это не направлено против тебя. Это огромная и классная подсказка для того, чтобы ты начал меняться. Когда-то один человек, ну я был на одной встрече, один пастор, и пришла одна женщина и начала в него тыкать. Ты такой, ты такой, ты раз такой, ты там и это сделал, и это, ты в этом виноват. он сидел и спокойно записывал. Она говорит, а он записывает. Она говорит, а он записывает. Она говорит, что, тебе нечего сказать? Он говорит, есть. Ну так скажи. Он поднимается, становится на колени. Говорит, спасибо тебе большое. Он такой, смотрит, что ты? Говорит, за что? Говорит, за то, что ты мне все это сказала. Это огромный список того, на чем я буду работать с сегодняшнего дня. Я сидел, у меня мозги расширились. Я думаю, вот это да. То есть, он говорит, я просто, то, что ты мне говоришь, я это не видел в себе. Но если это есть, я буду работать над собой. Эта женщина такая стала, и она не ушла из церкви. Я такой, думаю, вот это да. То есть, насколько мудрость. Что начинают делать обычно люди? Они начинают, достают меч и начинают, да я не такой, я лучше, ты неправильно на меня смотришь. Это неправильная реакция. Это там ты, это ты виноват. Это ты такой. Это ты, как многие, есть некоторые люди говорят, если ты видишь ко мне в проблем, во мне проблему, значит, эта проблема в тебе, потому что ты плохое видит, только то, если у тебя плохое. А этот пастор просто взял и расширил мои мозги. Он говорит, спасибо, я буду работать над этим. И потом он мне сказал, каждая ситуация, которая бы казалась обращаться против меня, для меня это колоссальный урок. для меня это колоссальная подсказка, потому что, если я не буду вот это слушать и записывать, пароль, я говорю, записываю, я понимаю, что здесь я уже разобрался, здесь у меня, ну, просто, может быть, человек с горячаной говорил, ну, окей, я все равно запишу, для того, чтобы еще раз проверить свое сердце. Потому что, не зря в Библии написано, что вникай в себя и в учение. То есть, как ты можешь вникнуть в себя, как ты можешь понять, что у тебя есть плохое или хорошее или еще что-то. Видно же, это все со стороны. И начинаешь над этим работать. И Иисус сказал, для того, чтобы ты мог полюбить своего ближнего, для того, чтобы ты мог полюбить своего, ну, Бога всем сердцем, всей душой, ты должен научиться любить себя. Ты должен научиться простить себя. Ты должен понять, что на самом деле все, что было нажито непосильным трудом за определенный возраст в твоей жизни, это не значит, что должно тебя сейчас убивать. Ты должен просто взять и сказать, Господи, я прощаю себя за то, что я не мог прыгнуть через эту планку. Господи, я прощаю себя за то, что из-за того, что во мне не видели другие качества, я бросил этот спорт и имел их всех в виду. Господи, я прошу Тебя, дай мне силы просить себя за то, что я бечую, что я сделал какие-то неправильные выводы или решения. Господи, я прощаю себя за то, что, возможно, люди, которые делают мне какие-то пакости, я хочу, чтобы это меня не трогало, не цепляло меня, не загоняло меня в депрессию, а наоборот, это был хороший урок для меня, для того, чтобы изменить что-то во мне, чтобы стать лучше. То есть, на самом деле, если Бог допускает, что кто-то вам что-то выговаривает, это говорит о том, что это хороший урок, колоссальный урок для вас. Бытие. Я хочу, чтобы мы историю, которую мы читали на первом, первом воскресенье, августа, с чего мы начали прощения, чтобы вы увидели немножко по-другому. Четвертая глава с первого стиха. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила его брата его, Авеля. И был Авель пастуком овец, а Каин был земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадов своего и от духа их. И призел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призелел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Я сначала хочу на этой части поговорить. То есть Каин, человек, который родился и его назвали, приобрела я человека от Господа. То есть, представляете, мать называет таким благословением своего ребенка. То есть, этот ребенок был уже изначально, что он уже благословение. Этот ребенок уже был изначально, что он первенец, что все лучшее для него. То есть, он всячески пытался, я сейчас замещаю со своим Давидом, то есть, на него одеваешь новые кроссовки, ему обязательно надо, чтобы его все похвалили. Там, ему, он нарисует что-то, какую-то заколючку, он должен прийти, чтобы все сказали, что ты молодец. И я смотрю, что это качество, которое впоследствии может принести ему боль, может привести ему обиду, может принести ему разочарование и непрощение себя за какие-то вещи. Понимаете? То есть, вот такой был Каин. Он, ну, все, что он делал, все должны были хвалить. Все, что он, ну, там, говорил, все должны были восхищаться. Все, что он делал, он считал, что все должны были, как бы, его ставить на первое место. И с этим сердцем пришел Бог. С этим сердцем, потому что, многие говорят, ну, неужели, я слышал теории, что Каин нес от земли, а Бог не любит то, что от земли, Бог любит только то, что вкладывается в труд животных. И вот потому он призрел на Авеля. На самом деле, Бог любит и плоды земли, и плоды животных. Бог все любит. Он есть любовь. У него нет разделения. Вот здесь не написано, что он не любит. Он сказал, что он на тот призрел, а он просто не обратил внимания. Почему? Потому что он не обратил внимания на выскочку, который, вот мои яблоки, ты видишь, Бог, какие у меня яблоки? У меня яблоки лучше, чем у Авеля. У меня яблоки красивее, чем этот баран, который, козел, которого Авель принес. Вот это качество порой может привести к обиде, как порой может не принести непрощение самого себя, что ты посчитал, что это самое лучшее, но твои мнения не считаются. Порой ты можешь посчитать, что ты идеальный человек в бизнесе, идеальный человек в семье, идеальный человек там на работе, но это ты так думаешь. Но когда послушаешь вторую сторону, он уже за голову взялся, но человек, не слушая вторую сторону, начинает обижаться на себя, начинает обижаться на начальника, на супруга, на бизнес, на всех подряд вокруг. Это говорит о том, что побитое сердце, побитое душа, побитый разум, побитое внутренности просто уничтожен. То есть это очень раненый человек, ему что не скажешь, он сразу начинает обижаться, сразу агрессивно настроенный, сразу воспринимает. Это люди, которые неправильно реагируют на критику. Знаете, когда я в армии служил, у нас один из предложений был в автобиографии правильно реагирует на критику. То есть человек, который правильно реагирует на критику, это благонадежный для повышения послушки. Потому что если ты неправильно реагируешь на критику, тебе говорят что-то, ну чтобы тебе помочь и справиться, а ты из-за того, что вот эта рана внутри тебя, ты начинаешь агрессивно, начинаешь что-то доказывать, начинаешь спорить, начинаешь там, ну, я все равно лучше в этом, я лучше, чем ты вообще мыслишь. Я говорю, ну окей, если ты так думаешь, то чего же ты не на моем месте? То есть разница между нами в том, что я на своем месте, а ты на своем месте. Если я говорю о какой-то вещи, значит я что-то вижу под каким-то другим углом, и я говорю это только для того, чтобы помочь тебе, а не ну превознестись над тобой. И точно так же Бог, Он увидел это качество у Каина, и Он специально не обратил внимания на дан Каина. Точно так же иногда ну, происходит ситуация, что на вас вроде бы как не обращают внимания, но это только из-за того, чтобы вы поняли, что на самом деле вам нужно начать работать. Вам нужно что-то поменять внутри себя. Значит, потому что для того, чтобы полюбить этого человека, который даже не обратил на вас внимания, нужно полюбить себя. Для того, чтобы люди, которые делают что-то обидное в вашу сторону, чтобы это не обижало вас, вы должны полюбить себя. С этого начинается. Почему люди уходят из церкви, уходят от Бога, разводятся, бросают бизнесы, увольняются с работы, бегут, но с этой же болью уходят, создают новые семьи, с этой же болью начинают новые бизнесы, с этой же болью начинают новые какие-то, ну, устраиваются на новую работу, с этой же болью там бросают своих детей, усыновляют других детей, а боль же осталась. Что и с этой же болью ты создаешь что-то новое и приносишь обратно же этот же дух. И потом эти плохие, друг, третьи плохие, пятые плохие, сотые плохие, все плохие. То есть это же Каин. Он увидел, что на него не обратили внимания, его не поощрили, ему не сказали какой-то молодец. И это сильно огорчило его и поникло его в лесу. Люди, которые обижены на себя и обижены на весь мир, они всегда ходят с поникшим в лесу. Они всегда ходят в разочаровании. Они всегда огорченные, они всегда раздражаются, они всегда как спич вспыльчивые. Успокойтесь. Не все так плохо, как вы себе рисуете. Надо потушить спичку, набраться, ну, как говорят у нас в Америке, релакса, наполниться релаксом и все, нормально себя чувствуешь. Потушить спичку, набраться. Набраться, да. Шестой стих. Смотрите, разговор Бога. И сказал Господь, Бог Каин, а почему ты огорчился? И почему твое лицо паникало? А почему ты разводишься со своей семьей? А что ты бросил свое служение? А что ты бросил свой бизнес? А что ты уходишь со своей работы? А что ты бросил то, чем ты вчера восхищался и радовался? Потому что я уверен на 350 процентов Бог ходил с этими яблоки я образ знаю плоды земли картошка как хотите он ходил перед Адамом и Евой вы видите какие у меня яблоки? Это я эти яблоки вырастил это мои деревья эти яблоки это моя корова такое молоко дает это я такой что ты сделал чтобы яблоко выросло ничего что ты такого чересчур сверхъесте какую ты мог силу вложить чтобы яблоко это дало плохо ну посеял ты ну полил пару раз не ну да а что ты такого бог написано поливает и взращивает а сеющий и поливающий ничто только бог взращивает бог взращивает даже если ты поливаешь ну бог например у нас огурцы растут я уже их поливаю я уже грела грела огурцов как нет так и нет цветочки есть но это же не значит что это огурцы цветочки это еще не огурцы потом меня потом меня обрадовали говорит вот это огурец я как меня обрадовали месяц назад я как видел вот этот огурец месяц назад так он спустя месяц такой и есть я хожу постоянно поливаю думаю где тот огурец я уже там еду хочу огурцы показать а их как не было так и нету так вот этот каин ходит с этим ведром о как это я яблоки взращивал это я такой весь могучий и точно так же здесь многие люди хвастаются вот какой у меня муж вот какая у меня жена вот какие у меня дети у меня дети самые умные у меня дети самые образованные потом этот хоп ребенок где-то обкакался знаете что эти люди начинают делать вот это такое это кто тебя еще воспитывал кто тебя вообще родил парадокс как я могла выйти за тебя замуж как я могла вообще устроиться на такую работу я стою пятью образованиями парадокс уткаем, хвалятся яблоками, и тут вдруг на это яблоко не обратили внимания. Знаете, что эти люди начинают делать? Он выбросил эти яблоки. Фу, перед этим он рассказал, какие классные яблоки. Он выбрасывает эти яблоки. Зачем мне эти яблоки? Больше не буду эти яблоки никогда взращивать. И вообще, это дурная работа. Пойду чем-то другим груши выращиваю. Парадокс. То есть человек, у которого побита душа, что бы ты ни делал, ты сначала рисуешь себе картину. Понимаете? Я его лепила из того, что было. А потом то, что было, не то, что слепила, а то, что было, то и полюбила. Но многие люди влюбляются не в то, что было. Будьте здоровы. Влюбляются не в то, что было, а в то, что они лепят в своей голове. И вот они налепили в своей голове и любят вот этот образ, которого на самом деле нету. Они, ну, понимаете, как? Я устроился на работу. Ходит с дипломатом. Я на работу устроился. Шикарная компания. Проктор и Гэмбл. Я вообще, там, чуть ли не второй человек. А чем ты занимаешься? Да туалеты моют. Он себе нарисовал, что он же второй человек на этом. Он говорит, моют туалеты. И тут его начинают унижать. Что он начинает делать? Уходят с работы. Да, уходят с работы. Почему? Потому что нарисовал в своей голове не то, что есть на самом деле. И сказал Господь Бог Каину. А почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Все, что я сделал, это просто взял и обратил внимание на Авеля, который был скромный, которому было без разницы, обратят на него внимание, или не обратят на него внимание. который на самом деле не искал своего, не искал никакой славы. Просто он пришел. Ну, надо было принести этого, свои плоды рук. Я говорю, он взял и принес. И Бог такой говорит, слушай, хорошее сердце. Я говорю, вот это молодец. Возможно, Бог сделал это, чтобы поднять самооценку у Авеля. Возможно, Бог сделал для того, чтобы как-то подбодрить, что ты молодец, Авель. Ты хорошую работу делаешь. Не важно, что у Авеля, у Каина такие классные яблоки. Но ты тоже молодец. Не важно, что Каин там поставил себя, что он круче тебя. Но на самом деле, ну, конечный результат определяет. То есть мое решение определяет, это хорошо или плохо. Когда-то я видел один лидер, ну, бросил служение, бросил людей, ушел из церкви, побитый. Почему? Потому что в конце года, ну, в некоторых церквях в конце года делают, как бы, поощрение лидера, да? И тут поощрили всех, кроме него. То есть, всем дали награды, всем дали это, всем, кроме него. Этот человек обижается и уходит. А на самом деле, что произошло? Этот пастор говорит, а этого последнего я хотел наградить особенно на следующее воскресенье. Просто он не дождался, чтобы я это сказал, обиделся и ушел. Понимаете? То есть, иногда твоя гордость, твои мысли могут помешать тебе дождаться твоего благословения. И люди обижаются и потом всю жизнь не могут себя простить. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ее лица. А если делаешь... А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя в себе, но ты господствуй на них. Если ты делаешь что-то хорошее, ты ходишь с поднятой головой. Но если кто-то не обратил на тебя внимание, это начинает тебя порабощать. Это начинает приводить к вот этому вот агрессии, непрощению, обиде. И Бог говорит господству над этим. Наоборот, скажи, если сегодня на меня не обратили внимания, может быть, сегодня не столь важны мои яблоки. Может быть, не столь важно ты вообще на самом деле для сегодняшнего дня. Может быть, вообще на самом деле твое решение, которое ты принял когда-то, за которое ты себя дерзаешь. Это вообще самое лучшее решение, которое может быть. Просто нужно подождать. Может, те огурцы, которых я еще не вижу, через неделю, я не знаю, придется КАМАЗ вызывать, чтобы урожай на хрен-маркет везти. И кто ж не знает. А я тут уже наплевал на эти огурцы. Оскорбили огурцы. Сейчас выйдем, а там уже один огурец на весь двор. Если его дети уже не съели. Понимаете? То есть, на самом деле, все начинает с того, что нужно простить себя. Нужно понять, что если ты в чем-то не идеальный, к примеру, да, огромное количество родителей хотят, чтобы их дети были, ну, не хуже, чем соседские. Я помню, что всегда меня бичевали, чтобы я был лучше, чем мой сосед. Одно, я как-то с мамой разговаривал. Я говорю, ну, как там мой сосед? Четыре судимости. Ни кола, ни двора, ничего. Мама хотела, чтобы вы были похожи на него. Да, и мама хотела, чтобы я был похож на него. Потому что тогда это был из интеллигентной семьи. Ножи, там, в десять лет ножичками, вилочкой кушал, салфетку заворачивал за рубашку. А я, как до сих пор не заворачиваю салфетку за рубашку, и не буду, наверное, уже заворачивать. Ну, нет, я люблю кушать свободно. У меня такое. Понимаете? Но, я научился, ну, я говорю, не надо меня загонять в какую-то рамку. Я все равно в нее не влезу. Или она будет для меня большая. Как, помните, история с Давидом и Саулом? Давид подходит к Саулу и говорит, я пойду сражаться с Голиафом. Тот говорит, молодец, одевай мои доспехи. А Саул написано, что он был на голову выше всех израильтян. Он был высокий, с широкими плечами. Представьте, да? Это все равно, что мою прошлую рубашку, после того, когда я сейчас даже похудел, мою прошлую рубашку одеть там на кого-то. И там написано, что Давид было дискомфортно в этом. И он сбросил эти доспехи, взял свою привычную плащу, рогатку, взял камень и говорит, так, сейчас все разберемся. Взял этот камень и выстрелил в лоб. То есть на самом деле не мерить, не допускайте, чтобы вас с кем-то мерили, чтобы вас с кем-то сравнивали, потому что это приведет к обиде, к разочарованию и непрощению себя. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Если ты делаешь доброе, то ты не хочешь ли с приподнятым головой, я делаю доброе, неважно, яблоки я выращиваю, неважно, баранов я выращиваю, неважно, туалеты я мою, неважно, что бы я ни делал, на самом деле все работы хороши, все профессии нужны, все хорошо. Не унижай себя, не повышай выше того, что ты есть на самом деле. Но если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит, он вещет тебя себе, но ты, Господство, вот это то, что я читал в истории. Бог может просить тебя, Бог может просить тебя убийства даже, Бог может просить тебя измены, Бог может просить тебя, ну, потребление каких-то наркотиков или алкоголя, Бог все может тебе просить. Бог может просить тебе ложь, Бог может просить тебя воровство, Бог может просить тебе, там, я знаю, ну, Ну то, что ты подставил кого-то, или сквернословил, или сплетничал. Бог все может просить тебя. Но только одно Он не может сделать. Это простить тебя, чтобы ты простил себя сам. То есть это твоя часть, это твоя ответственность. Господствовать над этим. Не допускать свой разум, обиду или разочарование. К примеру, да, это все равно, что мой Давид сейчас занимается теннисом. Я мечтаю, чтобы он стал первой ракеткой мира. А он вдруг и не стал первой ракеткой мира. Так что я его должен за это убить? Но знаете, что делает огромное количество родителей? Они начинают его упрекать, потыкать. Что я в тебя столько денег вложил, я в тебя столько всего вложил, а ты неблагодарный и так далее и тому подобное. Кто тебя заставлял? То есть ты должен делать все с радостью, с радушием. Если ты помогаешь кому-то, не ожидай ничего взамен. Если ты делаешь какое-то доброе дело, не ожидаешь, что тебе вообще даже спасибо скажут. Делай это от своего сердца. Если ты женился или вышел замуж, не дорисовывай, что он будет идеальнее, чем ты думаешь. Любить человека таким, как он есть. И тогда это будет намного счастливее брак, чем тебе будет, например, некоторые жены стесняются со своими мужьями выйти в свет. Почему? Потому что, видите ли, эти мужья пока трезвые, не ведут себя так, как те, которые уже пьяны. То есть парадокс. Некоторые мужья стесняются своими женами на социальных сетях фотографии показывать. Почему? Потому что она, видите, не такая, как я бы сказать, некрасивая, а стильная, как те, которые на одноклассниках или в фейсбуке. Парадокс. Некоторые люди в семье стесняются со своими детьми куда-то их вывести в свет, потому что эти дети не ведут себя так, как, к примеру, другие дети. Я недавно там, ну, встречался с одним человеком, и наши дети, там, Тёма и Давидик, ездили в лагерь. И, ну, а бы, ну, все, ну, как бы Давида пригласили, но Давида обычно приглашают и берутся за голову. Но они ж ему не знают. И этот пастор мне расскажет, говорит, я ожидал всё, что угодно от твоего сына. Потому что самое интересное, он единственный, говорит, и вот этот человек, который были достойны, ну, похвалы за поведение, за учение, за открытость, за участие. Говорит, а наши дети? Говорит, за голову взялся. Но мы из-за того, что комплекс себе создали, что плохие дети, непослушные дети, плохо себя ведут, уже создали себе комплекс. И этим можем создать комплекс своими детям. Итак, на основании этих мест писаний я сделал несколько выводов. Что же всё-таки мешает человеку простить себя? Первое. Это постоянное, заметьте, постоянное преувеличение ситуации. Постоянное преувеличение ситуации. То есть, не дорисовывайте то, что на самом деле. Лучше переспросите. Это то, что вы имеете в виду? Я правильно понял, чтобы мне... Ну, почему я всегда иногда задаю многие вопросы. Почему? Чтобы потом не разочароваться. Чтобы потом не обидеться самому на себя. Чтобы потом не разорвать с человеком какие-то отношения, из-за того, что я неправильно понял то, что от меня хотел. То есть, не преувеличивайте постоянное преувеличение ситуации или обстоятельства. Это мешает простить себя. Следующее. Постоянное чувство вины. Это я виноват, что мой ребёнок такой. Это я виноват, что моя жена такая или что муж плохой. Это я виноват, что меня с работы уволили. Это я виноват, что меня покрали. Это я виноват, что у моего мужа кошелёк украли. Это я виноват. Я виноват, я виноват, я виноват. В чем ты виноват? Даже слов нет. В чем ты виноват? Если ты знаешь, что самое интересное, после этого, когда человек говорит, я виноват, на этом все и заканчивается. Завтра опять просыпается. Это я виноват, что мой ребенок такой. Это я виноват. Окей, ты же знаешь, в чем ты виноват. Возьми справь эту ситуацию. Нет, проходит 10 лет. Это я виноват, что мой ребенок стал такой. Это я виноват, что мой муж такой. 20 лет проходит. Я недавно видел такой ролик. Я не помню, кто его выставил. Ну, короче, ролик. И там, начало семейной жизни, 20 лет семейной жизни и 40 лет семейной жизни. И вот, ну, что было в начале семейной жизни, что было через 20 лет, и что было через 40 лет, одно и то же. Все, одни и те же самые слова, одни и те же самые поступки, одна и та же самая реакция, все одно и то же. И я такой думал, парадокс. Точно так же и мы здесь. Не вините себя. А если вы знаете, в чем вы виноваты, исправьте. И тогда не нужно будет через 10 лет повторяться. Постоянное прокручивание в мозгу эпизода нанесения обиды. То есть, это самый важный пункт, который мешает человеку простить себя. Который постоянно прокручивает один и тот же эпизод. Вот этот человек сделал вот это. Этот авель, такой-сякой, принес этого барана. А у меня же были такие классные яблоки. Этот бог, он, ну, не понял. Надо пойти к нему и доказать, что мои яблоки лучше. Надо пойти его переубедить. Ах, этот авель. Он думает, что он лучше меня. Все, я его убью. Проходит неделя. Вроде бы успокоился. Вот это же авель. Этот авель, это вообще, это... Как они могли вообще? А он, вместо того, чтобы отказаться от этого, так он еще и не поддержал меня. Достоин смерти. Понимаете? То есть, постоянное прокручивание в своем мозгу этих эпизодов обиды. Это третий пункт, который мешает человеку простить себя. Следующее. Это самоистязание. Это когда люди, ну, винят себя и терзают себя за то, что на самом деле они не виноваты. За то, что на самом деле это их не касается. За то, что на самом деле это не их участь и не их часть. Вообще. То есть, люди разрываются. Хочешь счастливого... Ну, например, счастливой семьи, говоришь мужу, а муж не делает что-то. И жена начинает себя рвать. Это я виновата, что он такой. Это я виновата, что он не меняется. Это я виновата... Наверное, я...